Отопительный сезон начался без срывов и согласно графика. На данный момент тепло есть во всех домах Большого Норильска. Об этом на встрече с журналистами сегодня сообщил главный энергетик города. За лето было отремонтировано 28 километров теплосетей. Работы еще продолжаются. По контракту подрядчик обязан их завершить только 31 декабря. Поэтому в отдельных домах отопление запущено по так называемой зимней схеме, когда работы проводятся и во время холодов. Но на температурные параметры жилого фонда это не повлияет, отмечают специалисты. Напомню, официальный старт отопительного сезона был дан 1 сентября. Между тем все еще остаются дома, где отопление подключено не полностью. Есть по некоторым адресам заявки, скажем так, назовем их аварийные, где-то там система завоздушилась по каким-то конкретным стоякам. То есть это не весь дом, допустим, один стояк, либо там один подъезд. Но таких объектов, чтобы полностью был не запущен дом, таких сейчас нет. То есть мы дома все подключили, теперь будут проходить регулировки на сетях. Что касается рейтинга работы управляющих компаний, здесь снова лидирует Северный БЭТ. В тройке лучших. Также организация «Город» и «Талнахбет». А вот компании «Банкрот» и «Аганеркомплекс» и «Объединение коммунальников номер один» по понятным причинам замыкают список. Таковы итоги мониторинга управления многоквартирными домами, который проводился в августе. Особое внимание члены комиссии уделили результатам выполнения текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов. Всего специалистами проверено 50 адресов. Отмечу, работа управляющих компаний оценивается по таким критериям, как состояние подъездов и крылец, придомовой территории, фундаментов и крыш, а также наличие обоснованных обращений и жалоб от населения. К другим темам. Новый вид мошенничества с банковскими картами. На этот раз жертвы злоумышленников – красноярцы, которые занимаются продажей своих вещей через интернет. Как не попасть на удочку, желая заработать? Об этом в сюжете моих коллег из Краевой столицы. «Анастасия через интернет решила продать шкаф. На сайте разместила объявление. Через полчаса звонок. Молодой человек якобы из другого города хочет приобрести мебель, но перевести деньги может только на карту, а сам шкаф заберут грузчики. Но так как лицо он юридическое, нужно подтверждение перевода». «Вы будете у банка, вы нам сделаете дозвон, что вы у банкомата, вам придет на телефон смс с кодом и вы этот код введете. Карта у вас должна быть вставлена в банкомат. Вы введете этот код и типа мы вам переведем деньги». «Анастасия поняла, что это ложь, когда через пару часов ей позвонил другой человек с таким же предложением. И это только одна из новых схем обмана». «Мошенники могут представляться и сотрудниками безопасности банка. Звонят и говорят, что так как сумма перевода большая, необходимо подтверждение. Поэтому по телефону необходимо назвать код безопасности, который пришел с помощью смс. Но делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку деньги точно не поступят, а будут только списаны с вашего счета». В полиции советуют не медлить еще на этапе телефонных переговоров обратиться в полицию. «Сразу же необходимо звонить по телефону 02 для того, чтобы предотвратить преступление, во-первых. Во-вторых, по горячим следам сотрудникам полиции обещают установить злоумышленников. Бывают такие случаи, когда сотрудники полиции задерживали граждан во время передачи денег, либо во время совершения операции». «Но если уж попались на уловку, то единственный вариант, чтобы спасти деньги на карте, быстрее заблокировать ее». Мария Кунская, Евгений Залымов, Вести, Красноярск. Путевки на отдых за рубеж растут в цене. В среднем стоимость самых популярных направлений увеличилась на 10-15%. А вот цены на отдых в странах Азии остались практически неизменны. Туроператоры объясняют это не только падением курса рубля, но и сокращением количества авиарейсов. Маргарита Батыченкова побывала в одном из турагентств и выяснила, меняют ли приоритеты норильчане. За заоблачные деньги всего на несколько дней. В этом году норильчанам пришлось крепко задуматься, стоит ли выезжать за границу. Если и раньше отдыхающие могли взять путевку всего за пару недель до начала отпуска, то теперь все чаще размышляют, а стоит ли рисковать и терять деньги в условиях нестабильного курса рубля. Одним из самых популярных направлений на сегодня считается Крым. Практически все предложения уже заняты. С чем связано это? С увеличением курса, с постоянными скачками туроператоры боятся фиксировать какой-то определенный курс, потому что неизвестно, что будет завтра. Туристы также сейчас очень переживают непосредственно, что вдруг они купят тура, а потом произойдет обвал, и они из-за этого много могут потерять. Курс рубля не единственная причина. Например, на часть направления авиакомпаний сократили рейсы, а значит и дорожает цена билетов. Они также входят в стоимость тура. Цена на путевку зависит и от географии путешествий. Например, отдых в стране Карибского моря обойдется на 100 тысяч дороже, чем в прошлом году. Но карибы карибами, а россияне все же предпочитают всем известные Турцию и Египет. Ну а сейчас мы узнаем, во сколько обойдется путевка на одного человека на неделю в Египет. Ну скажем, с 1 октября. С 1 октября путевка на одного человека примерно на неделю обойдется в 4-звездочном отеле на питании. Все включено примерно в 20 тысяч. Это с билетами? Да, с билетами. Включая билеты, медицинскую страховку, трансфер. Не так уж и дорого. Но стоит заметить, такие цены только из-за несезона. И причем без учета авиаперелета до Москвы. Кроме того, в ноябре-декабре цены на путевки в Египет возрастут в несколько раз из-за большого потока отдыхающих. Сейчас перманентно растут цены на европейское направление Черноморское побережье и Эмираты. А вот страны Азии пока держатся на прежнем уровне. Так что же все-таки делать, если цену кусаются, а дома сидеть не хочется? Выход советуют работники туриндустрии. Раннее бронирование. Если спланировать отпуск за несколько месяцев до его начала, то есть шанс выкупить путевки дешевле на треть. Как вариант, можно взять все свои руки и ехать самостоятельно, что называется дикарем. Но тут уже за безопасность маршрута никто не отвечает. Маргарита Батыченкова, Андрей Полебезьев, Вести, Норильск.